Когда вороватые чиновники презирают собственное население, фактически ведя войну с ним, оно имеет полное право отвечать взаимностью и радоваться тому факту, что у российских чиновников вот-вот начнутся большие проблемы за рубежом. Сегодня, 16 ноября 2012 года, у американского и британского посольств состоялась серия пикетов, посвященная закону Магнитского. Тех условиях, в которых мы вынуждены жить в нашей стране, нам приходится использовать все имеющиеся у нас возможности, с тем, чтобы заявить не только нашим согражданам о том, что происходит у нас, но и всему мировому сообществу. В данном случае Соединенные Штаты играют очень значительную роль в мировом сообществе, поэтому хорошее место, мне нравится здесь. Я с удовольствием и здесь тоже готов заявить о нашей позиции. А что касается того, что у нас называют магнитский лист, я считаю, это один из очень сильных методов воздействия на все наше варье, сидящее у власти, с тем, чтобы у них очко сжалось за свои возможности и те резервы, и те деньги, которые спрятаны там на Западе. И у меня есть все-таки надежда, что либо будут меньше вывозить денег за рубеж, либо в конце концов то, что уже вывезли, они потеряют. Вот мне бы очень этого хотелось. Любой преступник должен понести наказание. Это, по-моему, еще основа римского права. Нет преступления без наказания и нет наказания без закона. И я хочу, чтобы закон Магнитского начал действовать. Я раздаю газету «Гражданин». Это газета, которая издается гражданским обществом, служит для просвещения простых граждан, которые не знают, что происходит в стране, которые смотрят наш зомбоящий, где на людей льются потоки лжи. Здесь правдивая информация. «Газета «Гражданин»» – очень правдивое издание. Сегодня исполняется три года со дня гибели Магнитского. И мы решили выразить поддержку инициативе британцев и американцев. И сказать, что большинство россиян поддерживают это начинание и выражают им свою признательность и благодарность за то, что они делают. Как вы думаете, а возможен ли такой поворот сюжета, когда в список Магнитского вдруг попадут члены правительства России? Я думаю, это вполне реальная перспектива. Зависит от того, насколько соответствуют международным законодательным нормам деяния нашего правительства. Я думаю, что они им мало соответствуют. И поэтому перспектива для них такая вполне открыта. Закон Магнитского, который вот-вот будет принят Западом, фактически выбивает из-под ног почву у российских коррупционеров, лишая их идеологии. «Путинезди больше, выводи резче». Таким образом, очень скоро российские элиты столкнутся с очень большой проблемой. Зачем воровать, когда это становится опасным? Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ